Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о многочисленных изменах Гусева, о которых рассказала Женя Феофилактова. Женя и Антон заявили о разводе около месяца назад, и, как признались супруги, они вместе уже не жили около двух месяцев. Женя говорит, что переехала с сыном Даниэлем в другое место еще в середине сентября. И по словам Жени, роман Антона с Викой Романец – это не единственный случай измены со стороны бывшего мужа. Женя предполагает, что супруг стал искать на стороне те эмоции, которые не мог получить в семье гораздо раньше. Вот что Феофилактова сказала журналистам. Разве измена мужа – это не беспредел? Конечно, я не ловила Антона за руку, не могу утверждать на 100%, но есть вероятность, что он стал встречаться с романец, будучи в браке. И, возможно, она у него не первая. Моей вины тут нет, я жила с семьей, а Антону, видимо, захотелось чего-то еще. Лишь бы он не пожалел потом, что променял семейное счастье на мимолетное увлечение. Но, конечно же, она расстраивается, потому что из-за отношений с Викой Романец, Антон стал реже видеться с сыном. По словам Феофилактова, папа наведывается к Даниэлю лишь раз в неделю. «Меня немного коробит, что я не сохранила семью ради ребенка», – признается Женя. Но она отмечает, что не смогла простить Антона. Но Агусев совершенно иначе видит эту ситуацию. По его словам, Женя запрещает ему видеть сына. Недавно его не пустили на день рождения Даниэля. А также Женя не разрешила ему взять сына на вторую детскую вечеринку. «Женя, почему ты лишаешь меня сына», – писал в своем микроблоге Антон. Также он отрицает все свои измены. «Все это пыль», – пишет Антон, «которую Женя пускает вам в глаза. Я знаю свою правду, ее знают все наши близкие и знакомые. Ушел не я, я до последнего пытался сохранить семью». Антон утверждает, что вина не на нем, но доказывать он это никому не собирается. «Жизнь скоро растащит все на свои места», – пишет Гусев. «Я желаю ей быть по-настоящему счастливой и уже прекращать быть жертвой, ни к чему скрывать свою настоящую жизнь». Феофилактова считает, что в будущем она встретит обязательно человека, с которым сможет обрести счастье. Пока она не планирует встречаться с мужчинами, хотя за ней ухаживает состоятельный поклонник. Она сказала журналистам, «Я не собираюсь бросаться в новые отношения. Все свое время я уделяю воспитанию сына и работе». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.